В КТЖ обсудили итоги деятельности за 2023 год и планы на 2024. На расширенном совещании приняли участие представители дочерних организаций и всех региональных подразделений компаний, руководство АО «Самрук Казна» и Министерство транспорта. В 2023 году компания продолжила работу по улучшению социально-бытовых условий наших работников, особенно для путейцев, чей труд очень тяжелый. КТЖ связан с работой на перегонах. За последние три года мы практически ежегодно повышаем заработную плату сверх того, что мы даже планируем. Это благодаря поддержке правительства, потому что они нам дают возможность поднять тарифы. Естественно, то, что мы получаем с тарифов, мы в первую очередь направляем на заработную плату. За последние три года почти 282 миллиарда тенген дополнительно было направлено на заработную плату. И на сегодняшний день средняя зарплата нашего производственного персонала практически на 26% уже превышает средний республиканский уровень. На собрании отмечено сохранение положительной динамики роста производственных показателей. Эксплуатационный грузооборот достиг 269 миллиардов тонн километров. Это на 7% больше в сравнении с прошлым годом. Транзитные перевозки в контейнерах составили 1 миллион 282 тысячи ДФЕ, что на 13,5% больше 2022 года. Объемы перевозок грузов между железными дорогами Казахстана и Китая выросли на 22% и достигли 28 миллионов тонн. Показатель стал максимально с момента открытия железнодорожного сообщения между странами. Мы проводим много работы по улучшению санитарно-бытовых условий для работников. К примеру, только по Мангеставской области был произведен ремонт 19 зданий КТЖ. Сейчас идет активный закуп инвентаря и техники. По итогам 2023 года перевезено 13,7 миллиона пассажиров. В 2023 году выполнен масштабный за последние годы объем ремонта пути. Отремонтировано 1443 километра железнодорожного полотна. Были проведены масштабные мероприятия по улучшению условий труда сотрудников. Отремонтировано 228 зданий, 467 помещений и 37 домов отдыха локомотивных бригад. Для доставки линейных сотрудников на место производства работ приобретено 384 единицы транспорта. Тенденция к улучшению есть. Поэтому я считаю, что такая мажорная нота была. Это я считаю правильно. Коллектив надо настраивать на работу. Железнодорожный транспорт – это основа экономики нашей. Все, что там достается из-под земли, продается, вывозится, перевозится, это все железнодорожный транспорт делает. Если бы он плохо работал, у нас бы страна не процветала бы. Страна процветает за счет труда железнодорожников. Я это могу с гордостью говорить. Другой разговор. Как этот труд возглавлять и направлять – это совсем другой разговор. Но сейчас, в последний год, два возглавления идут в позитивную сторону. Идет к улучшению работы железнодорожного транспорта. И в целом улучшению экономики государства. По занавесу собрания отличившихся железнодорожников наградили различными наградами. Я люблю свою профессию. У меня сын работает на железной дороге. Династия, наверное, это такая пошла железнодорожников. Так что я благодарна руководству «Хазахстан-Тимыржолы», что они отозвались, Алматинское отделение руководства, начальнику станции, которые увидели во мне трудовую деятельность, вклад в «Хазахстан-Тимыржолы». Работая в компании столько лет, очень рад, горд, что мне руководство компании выразило благодарность. Вот так вот труд мой оценило таким способом. У меня была награда «Каупс из Докрушин» за обеспечение безопасности движения. Моя локомотивная бригада предотвратила остановили поезд, где шел поезд с накорененным вагоном, там было смещение груза, остановили и обеспечили безопасность, чего мы все время добиваемся. Отметим, Катаджи является крупнейшей национальной компанией с филиальной сетью во всех регионах Казахстана, где работает свыше 110 тысяч человек. В 2023 году заработная плата повышена на 20%. На сегодняшний день средняя заработная плата производственного персонала компании превысила республиканский уровень на 26%.